Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня на ночь я хочу вам показать хачапуи по-мегрельски. То есть не открытые лодочкой. Я вам такие уже показывал, на канале ролик висит. Сравнение проводил. Выпекал в печи, в дровяной и в духовке. А закрытые лепешкой. На самом деле, конечно, аутентичных мегрельских хачапуи у меня не получится, потому что правильного сыра в Испании не найти. Нужен и меретинский. Да и тесто для таких нужно ставить не на молоке, а на сыворотке, в которой этот сыр хранится. Но я постараюсь сегодня, учитывая названное мною отклонение, все-таки приблизиться максимально к оригиналу. По крайней мере, по качеству теста. И еще момент. У мегрельских хачапури, на мой взгляд, есть огромное преимущество перед ажарскими. Они даже на следующий день хороши. Их можно, например, в микроволновке разогреть и будут почти что свежие. Итак, для теста понадобится молоко, мука пшеничная высшего сорта, масло сливочное, соль, сахар, дрожжи, не обязательно свежие. А в качестве замены меретинскому, это молодой сыр, я взял рассольную моцареллу и рассольную же фету греческую. Начнем. Молоко надо немного подогреть и сразу добавить в него сахар и соль. Грею до температуры не выше 35 градусов. Дело в том, что оптимальная температура для жизнедеятельности дрожжей 26-28 градусов. Учитывая, что в помещении у нас все-таки немножко прохладнее, догретое до 35 градусов молоко будет постепенно охлаждаться. То есть 35 в верхней границе будет самое то. Сюда дрожжи, немного муки и размешать. Это делается в первую очередь для равномерного распределения дрожжей в молоке. Если вы будете использовать сухие, то разводить их в молоке не обязательно. Ну и вреда не будет, если все-таки растворите. Теперь можно выливать эту смесь в муку и начинать перемешиваться. На этом этапе особенно стараться вымешивать не надо. Кстати, это можно делать как вручную, так и миксером. Когда более-менее однородности добились, можно в кусочку добавлять размягченное сливочное масло. Вот сюда его тесто сразу становится мягче. Первое вымешивание по времени минуты 3-4. Больше пока не надо. Довели до однородности и все. Теперь посудину надо смазать растительным маслом. Выложить сюда тесто, накрыть влажным полотенцем, чтобы оно не заветривалось. И оставить на час в теплом месте. У меня такое в духовке. Лампочка обеспечивает достаточную температуру. И еще большой плюс. В духовке свозняков нет, так что поверхность теста точно не пересохнет. Встретимся через час. Смотрите, тесто поднялось отлично. И вот теперь надо как следует поработать руками. Обминка складыванием. За этот час клейковина как следует набухла. Дружжи успели поработать и накачали тесто углекислым газом. Вот его-то надо выгнать. Ну и, соответственно, насыдить тесто кислородом. Клейковину вымешиванием развить. Короче, месите руками минут 15-20. Не ленитесь. И не переживайте. Сегодня больше так прохать уже не придется. Вот так вот достаточно. Видите, как оно выглядит? Совершенно другое тесто после такого вымешивания получается. Опять смазываю посуду маслом. И тесто возвращаю. Опять в духовку. Примерно на час. И вот так выглядит готовое тесто. То есть примерно через 2,5 часа после начала процесса такой вид. Опять обминка. И надо разделить его на 2 части. По числу будущих хачапури. Или хачапурий. Кто знает, напишите, склоняется слово или нет. Надо эти куски подкатать в шарф и оставить в покое. Примерно на 15-20 минут. Ну, сейчас клейковина в тесте очень напряжена. И растянуть нормально, раскатать лепешку сложно. За время отдыха тесто натянутая клейковина ослабнет. И раскатывать лепешку будет гораздо проще. А я пока займусь натиранием начинки. Примерно на 15-20 минут. Чем больше сыра в хачапури, тем оно вкуснее. Кладите начинки по весу столько же, сколько теста. Ну, может быть, чуть-чуть меньше. Можно приступать к формовке. ПО- Духовку я уже разогрел Температура 190-210 градусов Выпекаться будет минут 20 Но все духовки пекут по-разному Поэтому следите за внешним видом И еще вы обратили внимание Что хачапури, ни этот, ни аджарский На расстойку не оставляются И присмотрел целую кучу роликов С грузинским мастер-классом Я перечитал целую кучу грузинских рецептов И нигде про расстойку ни слова не прочитал, не увидел Почему, не знаю Если кто-то знает, почему так делается Напишите в комментариях Мы что, жрем на ночь? Пока готовил, уже и ночь пришла 22.43 Как раз-таки для наращивания боков Так Ну и вот этот вот шмат я вытащу Слушайте, такое пушистое, такое нежное тесто Просто сказка Жалко, что сыр не мерезинский Но Это классно Это очень классно Что хочу сказать Обратите внимание Два края Ну и хачапурины Первый, второй, соль в духовке Слишком тонкое было тесто И В этих местах прорвалось И сыр немножко вытек Поэтому Чтобы вот этого не происходило Раскатывайте ваше тесто плотно А еще лучше, если у вас есть время Выбраживайте второй час Первый час Вы при комнатной температуре В тепле А второй час Пусть дольше Но в холодильнике Дайте бродить тесту Там может удлиниться процесс выбраживания До двух, до трех, даже до четырех часов Но Тогда пузырьки в тесте будут мелкие Крупных не будет И Опасность разрыва теста по краям Вы нивелируете Ну, по крайней мере, сильно уменьшите Извините Обожаю хачапурю Детать буду за кадром Короче, готовьте Штука классная Готовьте сразу много Показано мы в ролике Количество теста хватает на две лепехи Вы их быстро съедите Готовьте сразу штуку восемь Когда у вас останется на второй день На второй день Эту лепешку прекрасно можно разоградить в микроволновке И она будет Ну, почти такая же, как свежевыпеченная Короче, это Вот такой рецепт Вот такое блюдо Очень вкусное Готовьте и наслаждайтесь Напоминаю По промокоду Фреско Вы можете очень неплохо сэкономить Приблитян на Гожи Самура Спасибо за компанию Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok